Ну что, всем привет! Сегодня с вами я, Комарова Лена. Начинаю снимать новый влог. Наконец-то, да. Вот. Вышел уже на канале влог первый. Вот. Я стараюсь снимать влоги. Ну, этот влог будет интересным. Я думаю, по названию вы уже это поняли. Не знаю, когда я покажу вам кусочки, которые я сняла, когда мы ходили гулять с мамой и с тетей. Либо сейчас вы их видите, либо в середине влога, либо в конце влога. Я вам расскажу еще историю, естественно, как это, что, куда мы там пошли и так далее, зачем. Вот. Ну, короче, не буду раскрывать карты пока что. Посмотрим, как там я это все смонтирую. Короче, я на даче, думаю. По этому фону все уже понятно. Ну, что. У нас... У меня столько новостей, что просто... Я даже не знаю, как вам это описать. Радостные новости. Вот. Но пока что я не буду ничего говорить. Все узнаете, все увидите. Но... Новости просто классные. Вот. Короче, давайте по порядку. Сегодня у нас 28 июня. Сегодня у нас был... День начался классно. У нас Ксюша игралась на улице, гуляла на улице, игралась, тут бегала. Мы в это время были дома. И она ужарила... Точнее, не она ужарила, господи, что я говорю. А сам ужарила в лапку Ксюшу. Я это заметила. И... Это, конечно, было зрелище не очень приятно, потому что лапка у нее пухла. И я решила ее закрыть дома. Но дома ее закрыть не получилось, потому что она очень просилась на улицу. И в итоге, когда к нам приехал дядя, я в итоге ее выпустила на улицу, потому что она прям очень просилась. В принципе, все хорошо с лапкой, но вот это... То, что пухло, меня прям это очень, конечно, напугало. Я даже в интернет залезла и посмотрела симптомы. Какие симптомы могут быть, когда кошку ужарила оса или пчела. Но это не пчела, потому что нету жала у нее в лапке. Мы все посмотрели. Значит, это оса, потому что оса не оставляет жала. Вот так. Короче, день наш начался с такой вот, скажем так, вроде проблемы, но, с другой стороны, ничего страшного, по сути, не случилось. Но, когда мы это, конечно, увидели, для нас это было страшно, что случилось, кто ее цапнул, что такое. Но мы, на самом деле, быстро определили, что это оса или пчела. То есть, как бы, у нас больше никто, по сути, не может ее так укусить сильно, чтобы у нее лапка прям разбухла. В инстаграме, кстати, в историях я рассказала, что как было. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы узнавать оттуда все самые яркие новости, что ли, так скажем, из моей жизни. Потому что в инстаграме я сейчас появляюсь каждый день. И поэтому подписывайтесь на мой инстаграм. Никнейм моего инстаграма вы можете найти в описании. И также я вам его вот здесь вот сейчас оставлю. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в моей жизни, чтобы узнавать все события из инстаграма каждый день. Конечно, каждый день чего-то прям глобального не происходит, но все равно я в столе с каждый день. И поэтому подписывайтесь. Потому что на канале я сейчас раз в месяц видео выпускаю, потому что я на даче, и на даче я не могу выпускать видео. Поймите меня, у меня тут нет Wi-Fi, у меня тут только мобильный интернет, который и так тратится, когда я сижу в инстаграме, вконтакте. Поэтому я на даче влоги не выпускаю вообще видосы. Выпускаю видосы, когда приезжаю в город, монтирую и выкладываю. Кто это у меня лежит такой тут? Ксюшенька. Девочка моя с лодкой. Моя красавица. Слабкая, кстати, у нее все хорошо уже. Опухоль прошла. Про которую я вам вчера рассказывала. То, что ее оса укусила. Все хорошо, она у нас на улице гуляет. Фух, моя красавица. Ксюш там лежит, а я пришла кушать ягоды. Это сзади меня дом наш. Вот, у нас тут садик такой с ягодами. Вишня, китайка, малина, крыжовник. Вот, мы с мамой тут потихонечку все это уже поедаем, хотя оно еще не совсем созрело. Но есть ягодки, которые уже такие вкусные, сладкие. Вот. И мы с мамой тут немножко поедаем. У нас китайка уже вовсю поспела, вкусная. Только что попробовала. Вот. Сейчас, кстати, 29-е. Вчера я начала этот влог. Сегодня я его продолжаю. Вот. Это очень круто. У нас жарко на улице, мы из дома не выходим. Здрасте, Любовь Николаевна. Здрасте. Здрасте, Ксюша. Я думала, она ягодки кушает. Ну, я ягодки-то и кушаю. Иди сюда. Мама вчера такая пошутила. Вас, говорит, пока тут не будет. Я говорю, все ягоды съем. Я говорю, ну да, конечно, в тебя густоко не влияет. Езжай, езжай. Угу. Мама сюда пришла вместе с Ксюшей. Малинка, это точно моя будет? Сейчас. Чего эта малинка твоя будет? Чья? Наша. Ну, пока ездите, она падет. Мне в рог. Какая? Жадина. Сейчас смородина какая-то пищная. Ммм. Смородина, значит, не очень. Не поспела еще? Чего-то его выпьешь. Не, нормально. В самый раз. Я китайка ем. Мама на кружовник опять напала. Бедный кружовник, ты ему поспеть не даешь. Киклин. Каждый день его ешь. Он бедный. Поспевает, поспевает, не успевает. Любовь Николаевна приходит, тут съедает все нахрен. Он кислый вкусный. Он кислый вкусный, я согласна, но все равно. Ты что-то не понимаешь. Я все понимаю. Мне все нравится. Я люблю кружовник. Ну, так он не поспел еще, потому что он только начинает. Ну, не начинает, но заканчивает. Нет, я вижу, это он усыхает уже. Надо его скорее съедать, чтобы он не усыхал. Ага. Ну, понятно. Там малинка, пойдем я маленьку пойду. Пойдем. А там пчелки летают. Ну, ничего страшного. Подумаешь, тебя пчела укусит. А что меня-то сразу? А что, меня что ли? Меня не за что кусать. А меня за что? Не знаю, за что. За что-нибудь. У нас тут кусты малины. И рядом с ними, вон, рой пчел вот тут летает. Нет, зеленая все равно. Она нормальная уже. То есть она... Ну, проходи, что я стала. Что я первая, блин? Я не поняла, а? Какого хрена? На съедение пчела мама мне хочет отдать. Не, любишь меня, да? Йоперный театр. Мам, пошла ты нахрен, а? Тут целый рой возле меня закружил. Пошли вниз. Все малинка. Пойдем вниз. Пошли, пошли лучше вниз к речке. Ну, нахрен. Тут опасно. Я даже березку сорвала за собой. У нас еще малина есть. Куча малины. Возле... Возле речки. Да уж не пьете. Ну, все равно, там много кустов, то ведь. Тетя Лена, они с чем-то помогают. Есть, что помогать маме-то она? Тетя? С чего я тетей стала? А кто ты? Королевич мы ходим здесь. Конечно. Мама попом кверху, а ты, блядь, ходишь в начале. Ну, слушай, я тебе тоже помогаю. Не надо тут мне. Один раз нагнулась. Да, конечно, один раз нагнулась. Кому ты тут рассказываешь? Я тоже пошла малинку есть, что-то, блин. Тихо ты, я тебе подумал. Ой, сколько малины. Надо туда куда-то вкрыть. Малины. Она тоже еще созревает, но уже есть ягодки, которые можно кушать. Это круто. Она очень вкусная. Господи, я обожаю. Надо, наверное, говорить только, когда за вами приедет, надо вам насобирать ее. Ну да. И вы дома там в морозилку берете, заморозите. Угу. Потому что варенья варить, сахара пока нет. Угу. Вернее, варенья варить вам там некогда будет. Вы же только приедете и уедете. Ну да, мы же всего на пару деньков приедем. В город-то. Нам там не до варенья будет всяких. Я думаю, там некогда варить. Единственное, сахар туда привезите. Может, тут что-то поварим немножко. Ну, да, возможно. Тут надо с канавой, тут крапива у меня. Слушай, я уже закалился от этой крапивы. Столько раз там меня тут ужалило уже, что я крапиву не боюсь. Под насос пойдем? Да, потому что очень жарко. Я не хочу в баню идти. Какая баня-то? Я тоже не хочу. Под насос лучше пойти. Под насос куда-то? С рыбник куда-то. Да, купальник я день, и мы пойдем. Ополоснемся немножко. Я дома сижу, мне даже дома жарко. Дом, видимо, нагорелся. Дома сидишь, даже дома жарко. Тут у нас в малине Ксюша любит лазить. Запчелокамина, которая в итоге допрыгала, а Саню укусила. Ну, слабого, не пчела хотя бы. А то пришлось бы еще жало доставать из руки. Из руки. Из лапки. Ладно, нормально все. Подумаешь, немного ошиблась. То у нас света нет, то на той стороне реки света нет. Что происходит? Какая крупная ягодка. Ну да, зеленая еще много. Надо еще подождать, чтобы еще осозрело. Потому что очень много пока зеленой. Она не зеленая такая, розоватая. Ну, кстати, розоватые ягодки, они такие немножко с кислинкой. И они тоже вкусные. Тихо ты! Не убейся там, пожалуйста. Ну, там мне еще придется тебя доставать потом. В ямку попадать. Не надо. В ямки попадать. Ксения, что там ходит? Она где-то по старайке это втраталась. А? Я думала, она в саду. Она же с тобой пришла. В сад там. Вкусно. Они не спелые, розоватые, блин, они с кислинкой. Они сладкие, но кислые. И они очень вкусные. Сладкие, но кислые. Понятно. Но у них кислинка еще есть, так как они недозрелые еще. Вот такие, короче. Розоватые немножко. Садома. Розоватые. Вот там-то плохо. Их надо с утра идти жрать там. Пчел поменьше в утро. Да, у нас там. Сейчас жарко, их много, шибко. Да, у нас в саду возле малины. Там тоже у нас кусты малины. И там очень много пчел. Пчел, ос. И там очень опасно. Поэтому я туда не пошла. На свой страх и риск, как бы, лучше туда не ходить. А то, не дай бог, там какая-нибудь пчела ужалит. И капец. Так, на гости надо включать, как надо, когда пробегало, кипяток вообще не пчел. Угу. Возрастово, горячая вода. Угу. Ну? Шланга на солнышке лежит, нагревается. Покурить надо. Я смотрю... Кого смотреть, блин? Жарко, как... Не знаю, кому у меня все... Глаза нахрен затекли потом. Пошли за ягодами в то злополучное место. В то злополучное место, где мы... Змею встретили. Ха-ха-ха. Мы туда идем. Не имется нам. Жарко, капец. О, ягоды. Ягодки. У меня в голове так пульсирует. Капец. Я наклонилась, у меня прям в голове пульсирует. Прям чувствую. Страшно, конечно, в такую же руку ходить. Ну, мы, девушки, Храбрые. Мы в жару и в холод. Идем. Пофиг. Змеи, не змеи. Кабаны, не кабаны. Лоси, не лоси. Мы все равно идем. Ягодки собирать. Я думаю, мы находимся в том же самом месте, где мы встретили змею. И где мы услышали лося. И это просто капец. Фу, блин, и что-то так жарко. Плюс 34 градуса. Жесть. Ну, сегодня у нас уже побольше у нас с компанией. Сегодня уже побольше. Нас не трое, а нас четверо сегодня. Вот. Но опять же, четыре женщины. Ну, я девушка, и со мной три женщины. Вот так. Очень жарко. А мы за ягодками пришли. Ягодки пришли собирать. Просто, когда мы в тот раз тут были, тут ягоды были, но они были еще зеленые. Сейчас как раз они уже поспели. Можно собирать. Надеюсь, никакая змея меня сейчас не цапнет за задницу или за руку. Когда я за ягодами полезу. Потому что это очень страшно. Я очень боюсь змей. Вот. Поэтому, конечно, с одной стороны смешно, с другой стороны нет. Все, у нас тут нету. Маленькие какие-то ягодки. не спелы еще. Хотя уже должны были поспеть. Да, еберный театр, поуду и нахрен. Пока я тебя тут поуду и нахрен. Что-то ягодь особо не вижу. Еще что-то. Надо дальше пойти. Там дальше полянка такая была. Там много было. Ну, в принципе, если тут вот идешь, тут у нас такой сосновый лес. Вот. И тут вот если идешь, тут такая тропинка. По ней идешь, вот по две стороны. Тут земляничка. Вот смотришь тут, если ягодки есть красненькие, хорошие, то собираешь. Но тут травы, мне кажется, больше, чем ягод. Попали. Ну да, надо туда тоже, я думаю. жарко, но дома тоже сидит жарко. У нас дом-то тоже нагрелся. У нас мама там с тетей собирают ягоды, ходят и разговаривают. Мы с бабалей тут самые шустрые. Самое главное, снова кого-нибудь не услышать в той стороне. Мы как раз туда идем. Карьеру. Вот. Опять кого-нибудь услышим, пятки засверкают, и мы как побежим опять. Нахрен, никакие ягоды нужны не будут. Слышки тут валяются. У меня у нас тут ягодки-то. Что-то не вижу ягодок особо. Господи. Жаришка, жаришка. Кошмар какой. Тут еще хочешь, блин, боишься, как бы змея тут какая-нибудь если на тебя не выскочила из травы-то. А то змеи ищи такие. где-нибудь как выскочат, выползут. И капец. Правда, у нас тут змей-то не должна быть, потому что у нас, как мама сказала, это земля муравейная. у нас муравьев много и как бы по сути не должно быть змей. Но мы кого-то, точнее, мои родители, моя тетя с мамой кого-то же видели. Есть только ушек быстрее всего. Я снимаю вот так, что у меня тут пакет на этой руке, и он руку мне оттяжеляет. Пакет с водой. Конечно! Тут уже в семье все знают, что я блогерша. Мама. Мама рассказывает, как я снимала, когда мы бежали. Ну, вы кусочки эти увидите. Вот. идут там обсуждают меня. Я не против. Они с хорошей стороны это делают. ебаный в рот. С нами еще собака Умка. Она оттуда бежит, я слышу звуки там. Она оттуда бежит, я думаю, ебать, копать. Я испугалась. Думаю, не дай бог, блядь, какой-нибудь тут лось где-нибудь ходят. Но тут не должен в принципе. У нас просто это у нас как бы лес, да, но тут дорога. У нас дальше вот лес, вот там как раз-таки лоси. Тут их не должно быть, где мы сейчас ходим. Ты чего меня пугаешь, собакин? Рыжий. Ладно. какие у нас медленные девушки. Идут что-то вон, там что-то встали опять. Все, ладно, увидимся с вами еще. То, сейчас уже пока неча снимать, но мы уже подходим к тому, благополучному месту, где мы услышали звук лоси. Я снимаю. Капец, как непривычно снимаете при взрослых, это просто какой-то кошмар. Просто когда я только начала снимать, моя мама меня в этом не поддерживала. Когда я начала снимать, мама меня в этом не поддерживала. А сейчас она меня в этом поддерживает. Это капец, как непривычно. но приятно, что мама меня в этом поддерживает. Вот. Вот таки вот и вон. Все, ладно, ребятки, встретимся с вами уже немножко попозже. Сейчас опять услышим и бежать. Ну, не наша. Я зря загорала-то. Ёбаный в рот. Блять. Иди сюда. Сука. Ой, блять. Мы уже собаку от лося лечить не можем. Какая собака-то умерла? Да вон она тут где-то бегает. Мама, куда ты пиздишь? Мы идем к этому злополучному месту, где мы услышали. Там кто-то лает. Собака залавила сначала, потом кто-то как будто заорал. Эй, радостная, куда ты пошла? Зачем? Баба. Где еще Умка-то? Ума? Я убежала, она пугалась. Убрала лая. Пусти тебя. Какой-то не паспорт у него и собака лала. Не, а ты в красном. Слышь? Что оно в том где? Лосятки. Лосятки? Лосятки. Ну, мама, ну, куда ты идешь? Ну, чего ты будешь это? Ну, что, сейчас вы лестнице лестнице? А потом что если он вытаскивает? А где Умки-то что-то не видно? Ноги в руки и вперед. Ума? Вот тут вот мы услышали и свернули потом. Мы идем как раз таки туда. в красном да, ты в красном сейчас. В тот раз я в красном свитере была, а сейчас мама у меня в красном. Ну, я тоже в принципе в красном, но у меня тут черные белые полосы. я разноцветная, это хорошо. Ну, да. Мы идем прям туда. Кошмар. У меня же телефон нагрелся.